Всем привет, меня зовут Сергей, сегодня 22 мая, сегодня у меня день рождения, мне исполнилось 37 лет, можете меня поздравить в комментариях. Вот, и в этом видео я бы хотел рассказать о своей поездке в Калининград и о акселераторе Playport, да, который проходил 4 по 8 мая. Да, погнали! А, несколько слов о моем проекте. Это мобильная приключенческая игра, мы разрабатываем ее на Unreal Engine, вот, и где-то полтора года уже прошло, как мы ее начали разрабатывать, вот, а сейчас игра доступна на Google Play, совершенно бесплатно, можете скачать. Ссылка тоже в описании. Вот, с этой игрой я подался в акселератор Playport, объявление, рекламу я, по-моему, увидел в Инстаграме, и, или в ВКонтакте, где-то там, вот, в общем, и подал заявку, почему бы и нет, да? Хотя у меня опыт такой большой, на самом деле, в игровой индустрии, я бы не сказал, что я начинающий, но, тем не менее, я подал, меня рассмотрели, мы, я прошел онлайн, ну, такое, собеседование с кураторами, вот. Потом я, а потом мне они отправили приглашение на акселерацию, который прошел в городе Калининград, и потом нашел денег, помогли родственники, сестры, братья, им огромное спасибо за это, вот, вот, купил билеты и полетел туда, вот. Полетел не один, полетел вместе со своим корешем, вот, Артем, он тоже занимается тут в городе компьютерной графикой, у него тут школа компьютерная, учит детей, записывайтесь к нему. Ну, в общем, мы прилетели, погода стояла отличная, вот, и, да, такой свет, светлый, такой зеленый город, дороги отличные, на самом деле, был впечатлен этим, по сравнению с Якутском, конечно, разница неба и земля. Само мероприятие Playport провели в детском центре развития детей, он был немножко отдален от самого, чуть-чуть от центра города, надо было ехать на такси, но зато приятная атмосфера, потому что природа, чистый воздух и, вот, море, можно было выйти туда. Хотя, просто так нельзя выйти, потому что там клещи и так далее, вот, немножко это был такой мандраж, а, такой, ну, например, в Якутске такого нету, например, просто выйти, там, можно погулять везде, где хочешь, на природе, вот. А в Калининграде мне немножко это, такой шок был маленький, вот, но в целом все было классно. Первый день был про знакомство, да, но немножко был я зажатый, немножко стеснялся, что ли, вот. Со мной был Артем, вот, и Артем более такой разговорчивый был, и немножко было легче познакомиться с ребятами, участниками мероприятия, вот. И на второй день уже начались такие мероприятия про разработку игр, как это все делается, как работать с издателем, как работать с сюжетами игры, нарративкой. Так как мне это было уже знакомо, да, и чуть-чуть я в этом понимаю, как бы, и поэтому стоял вопрос, смотреть лекции, да, или на арендованной машине поехать посмотреть город. Что я выбрал? Ну, конечно же, посмотреть город, там, поездить, посмотреть, почему бы и нет, вот. Мы поездили с Артемом по городу, да, он арендовал машину, вот, и это за три дня, по-моему, обошлось где-то около четырех тысяч, достаточно дешево, круто на самом деле. Тоже, наверное, в следующий раз так же поступлю сам, если сам поеду. Ребята, участники мероприятия нам показали, какие точки стоило бы посетить. Мы по этим точкам поездили, посмотрели город, посмотрели на море, покушали в кафешках, в центре города, конечно, были. На канта посмотрели, сфоткались вместе с ним даже. Само мероприятие делилось на две части, формальная часть и неформальная часть. Мне больше понравилась неформальная часть, потому что ты больше, ну, как человек-человек подходишь и разговариваешь, а вот это более понравилось, и там можно было разные темы разговаривать, которые не прошли на лекциях и так далее. Познакомился очень таким талантливыми ребятами, вот. У них классные проекты, я от них получил много фидбэков, как улучшить игру там и так далее. Когда собираются вот такие ребята, которые думают так же, как и ты примерно, и разрабатывают такие же игры, как и ты, у тебя какая-то связь появляется, и разговаривать легче, и время вообще летит очень быстро, и всякие разные интересные события происходят. Вот, мы гуляли по вечерам по городу, тусили, вот. Это было незабываемо. Ребята красавчики, вот, респект. Вот, Калининград очень классный город. Если вы думаете о переезде туда, то флаг вам в руки, достаточно достойный город России. Само мероприятие закончилось 8 мая. Мы должны были в обед уже выехать, 8 мая из-за центра. Вот. И, ну, я должен был улететь 9 мая. То есть, у меня был один день, чтобы, что делать, я не знаю, да. Впервые в городе, никого не знаю, и тогда Артем уже позавчера улетел. Вот, я его еле как разбудил, потому что он спал всего лишь 2 часа. Потому что мы последний день в городе, в Калининграде, и немножко погуляли. Ну, цивильно все было, так что не надо. Вот этого, вот. Что, что, что было? Ну, я снял гостиницу на один день, на одну ночь, вот. И потом ребята местные, Филипп, Аня, вам респект, вы классные. И еще пара ребят оставались с нашего акселератора. Вот. И мы пятером, получается, да, пятером-шестером, что ли, вот. Погуляли по городу, посмотрели центр города. Ребята нам рассказали про историю города. Про Калининград, про Коенисберг, про дворцы, там, про историю, в общем, вот. Было классно, очень интересно. Мы даже забрались за крутую территорию, вот. Вот, все старинное, очень интересное. Покушали, и потом разошлись. Купили, конечно же, янтарь. Я своей жене купил там серьги и так далее, вот. Без магнитиков я не вернулся домой, так что магнитики есть. Вот. Что будет? В течение, сейчас, в течение трех месяцев мы должны прокачивать свой проект. Вот. И в августе, по-моему, 13-го, мы должны показать, выступить, демо-дей будет, выступить перед инвесторами, рассказать свой проект. А какие мы сделали продвижения, должны показать, вот. И после этого они будут решать, работать с нами или нет. Вот. Будем работать, будем идти дальше, продвигать свой проект. Будет интересно. Будет очень интересно. Я буду освещать дальше, что будет происходить, возможно, и нет. Просто я могу и не записать видео, забивая болт на это, поэтому, окей. Постараюсь через неделю даже, выпустить новый ролик про свой проект. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И вот вам маленький челлендж в конце. Вот. Посмотрите на текст. Попробуйте быстро проговорить это три раза. Что получилось, пишите в комментариях. Ну, всем, пока. Увидимся.